Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире предвыборная кампания кандидатов депутатов Национального собрания Западной Армении. Сыны Западной Армении Левон Каренович Левонян. Вопросы армян Западной Армении. Предвыборная кампания Виолетта Казарусян. МИД Арцаха приветствует слушания по теме защиты народа Арцаха при Конгрессе США. Армянские военнопленные в Баку подвергаются бесчеловечным пыткам. Вице-президент Федерации футбола Арцаха сборная готовится к отборочному матчу с Абхазией. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 17-й встрече Zoom, организованной в рамках предвыборной кампании на парламентских выборах с декабря 2023 года. Встреча состоится 29 июня 2023 года в 20.00 по французскому времени, 22.00 по илеванскому времени на английском языке. Тема встречи – Конституция Республики Западной Армения, государство Армения. Присоединяйся к встрече на платформе Zoom по указанной ссылке. Сыны Западной Армении – Левон Каренович Левонян. Левон родился 13 августа 2000 года в городе Севан. С детства занимался карате, получив травму от соперника во время соревнований, перестал посещать занятия. Учился в Севанской школе номер 6, далее поступил на юридический факультет ЕГУ, мечтал стать военным следователем. В 2020 году, учась на третьем курсе, отправился на обязательную военную службу, служил в третьей воинской части Мартунии Республики Арцах. В одном из интервью мама Левона, Анжела, рассказала. За всю войну говорил по телефону спокойно и уверенно. Подбадривал нас, веря в победу. Говорил, что находится в безопасном месте. Последнюю неделю звонил по полминуты, я же слышала взрывы снарядов. Вынадив его, узнала, что сын находится в карме Ршука. О подвигах Левона и взвода рассказали сослуживцы, командир взвода. Ни один из них не покинул позицию, храбро сражаясь. Был военнослужащим всего 38 дней, сражался 34 дня, погиб 30 октября от удара беспилотника, успев поразить колонны вражеской бронетехники и движущийся через Адское ущелье в сторону Шуши. За исключительные подвиги указом президента Республики Арцах Арайко Рутиняна Левом Каренович Левонян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Левон похоронен в родном селе Гомадзор на семейном кладбище. Левон Левонян – единственный герой Гомадзора. Существует множество определений культурного наследия. В любом случае нужно принять к сведению два компонента – что означает культура и что означает наследие. Чтобы избежать использования многих терминов, рассмотрим подход, живое наследие, практики, знания, навыки, передаваемые с поколения в поколение, которые меняются с течением времени, но продолжают жить, оставаясь жизнеспособными. Жизнеспособность – первый показатель, что наследие было, есть, передается, меняется, имея определенную роль в жизни общины. Данная роль может измениться от первоначальной функции до совершенного нового явления. Изменение неразрывно связано с живущим культурным наследием. Феномен этого изменения следует признать. Культурное наследие – это незастойное состояние, наоборот, только в случае мобильности и жизнеспособности оно вызывает чувство обобщенной гордости, творчества и удовлетворения. В данных формулировках, возможно, присутствует риск понимания бытия культуры. В этом случае группа присуща идентичности какой-либо общины, что и составляет смысл данного культурного наследия. Для каких групп важно культурное наследие? Обычный разговор о культурном наследии сводится к формуле «снизу вверх» с демократическим горизонтальным подходом. Для их формирования устанавливается международный арбитраж, обязующий обязательства по спасению культурного наследия. Проблема вопроса сохранения исходит из важности культурного материального наследия для истории человечества. Однако международная повестка с определенного момента осознала важность нематериального наследия различных знаний и практик, накопленных во время существования человечества. Определялась жизненной силой характеристиками, передаваемой из поколения в поколение. Международная повестка дня кажется направленной на поддержание связи между нематериальным культурным наследием и их носителями. Удачным примером жизнеспособного нематериального наследия Западной Армении является употребление тонн ира. Традиции существуют и сегодня, но она отличается от XIX века. В сгончарной сфере ремесло по изготовлению больших карасов нуждается в сохранении и реставрации, так как оно по каким-то причинам утратило жизнеспособность. Общинам, группам и отдельным лицам, создающим культурное наследие международной повестки, отводится важная первостепенная роль. Считается, пока община не склонится к своему наследию, направленная политика не может быть эффективной. В начале 2000-х годов ЮНЕСКО приняло конвенцию об охране нематериального культурного наследия и ее обязательствами. Для выяснения роли наследия в жизни общин необходимы определенные приемы, требующие специальных знаний и подходов. Нематериальное культурное наследие имеют следующие направления. Устные традиции и практики, связанные с языком и речью. Пословицы, поговорки, сказки, молитвы и другие словесные формулы, имеющие определенное значение в жизни данного сообщества, регулирующие социальные и междисточные отношения, исполнительное искусство и навыки, вокальные и инструментальные исполнения, их роль в жизни сообщества, сольные и хоровые песни, групповые и индивидуальные танцы, народный театр, социальные практики и ритуалы, которые продолжают нести свои социальные функции и не утратили содержание, народное знание природы и вселенной, традиционные ремесла, связанные с ними навыки. Предвыборная кампания Виолетта Казарусян Виолетта Казарусян родилась 8 мая 1975 года в Ереване. С 1982 по 1992 год училась в средней школе номер 124. Параллельно с учебой училась в музыкальной школе номер 18. С 1993 по 1998 год училась в университете имени Валерия Брюсова на факультете английского языка. После окончания университета работала в гостинице «Эревуни». В 1999 году переехала во Францию в город Марсель. Работала в различных армянских организациях. В 2005 году во время выставки конференции Самвела Карапетяна в Марселе познакомилась с председателем Национального совета Западной Армении Арменаком Абрамяном, начав работу в качестве секретаря структуры Западной Армении. Избранный депутатом парламента Западной Армении, выполняя обязанности секретаря парламента, сегодня вице-спикер Национального собрания Западной Армении. Неоднократно участвовала на заседаниях комиссии коренных народов ООН, представляя Западную Армению. Участвовала в организации пленарных заседаний, научных конференциях, круглых столов Национального собрания Западной Армении в Марселе и прочих городах. Видеоролик о Виолетте Казарусян доступен на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует слушание по теме защиты народа Арцаха, организованной 22 июня в Комиссии по правам человека имени Тома Лантеса при Конгрессе США. Выражаем глубокую признательность всем организаторам и участникам слушаний, в том числе конгрессменам США Адаму Шифу, Крису Смиту, Джеймсу МакГаверну, Фрэнку Полони, бывшему послу США в Республике Армении Джону Эвансу, за усилия направлены на повышение осведомленности и незаконных воинственных действий Баку и защиту прав народа Арцаха. Как сообщили армия пресс-министерств иностранных дел Республики Арцах, отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что конгрессмены США в своих выступлениях призвали руководство США предпринять все возможные меры для обеспечения защиты гражданского населения Арцаха и предотвращения дальнейшей напряженности, что может привести к новым войнам и новым преступлениям. Убеждены, что проведение слушаний в подобном формате является важным шагом как с политической, так и с моральной точки зрения, поскольку экспансионистская и милитаристская политика Баку является серьезным вызовом и угрозом не только для армянского народа и армянской государственности, но и региональной стабильности и цивилизованного мира в целом. Удерживаемые в Азербайджане армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются пыткам к бесчеловечному обращению. В связи с Международным днем в поддержку жертв пыток защитник прав человека Республики Армения Анаит Манасян обратилась к посланиям, подчеркнув, что данное обстоятельство должно удостоиться достойной оценки. Никакая война или угроза войны, внутрополитическая нестабильность не могут оправдать пытки. В годовых и внеочередных докладах обмудсмен постоянно подчеркивала недостатки механизма возмещения морального бреда, причиненного нарушением основных прав человека, особенно подвержены в случае отсутствия механизмов возмещения морального ущерба, понесенного вследствие бесчеловечного или унижающего достоинства обращения. Напомним, 26 июня – Международный день Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток. Сборная Арцаха по футболу готовится к одворочному матчу против Абхазии. Проблема в перекрытой дороге. Об этом в беседе с корреспондентом Ньюзайм Спорт сообщил вице-президент Федерации футбола Арцаха Магер Аванесян. Сборная Арцаха по футболу проведет отборочный матч с командой Абхазии. Отборочный матч чемпионата мира Коми-Фа, конфедерация спортивных ассоциаций запланирована 10 июля на стадионе «Динамо» в Сухуми. Несмотря на сложившуюся ситуацию, закрытую дорогу наша сборная готовится к отборочному матчу Коми-Фа с Абхазией. Организовали и провели сбор, тренинги, все делается на высоком уровне. Надеемся, с Божьей помощью будет принято положительное политическое решение и мы сможем сыграть. Все обеспечено, сборная ни в чем не нуждается. Поскольку речь идет о сборной, команда, тренерский руководящий состав готовы на все, что бы ни случилось. Та же проблема питания для нас не помеха, мы готовимся к игре. Из-за блокады мы не можем сыграть с Абхазией у нас. Исходя из сложившейся ситуации, со стороны Коми-Фа было принято решение провести игру в Абхазии, сообщил Магер Аванесян. Финальный турнир чемпионата мира в непризнанных государств пройдет в 2024 году в Курдистане. Напомню, что в 2 июля-июне 2019 года в Арцахе прошел чемпионат непризнанных стран Европы, в котором также приняла участие сборная по футболу Западной Армении Коми-Фа Евро-2019. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok